Северная зона Северная зона Ростовской области от Кубани Я хотел бы с этого начать Вот наш бич Это вечное вздатское ежеводно В 22 году Вы видите Два этапа было С 23 мая по 15 июня Потом с 23 июня По 21 июля В общем время налива Зерна И максимальная температура В среднем 37 градусов Ну Несколько слов В связи с этой засухой У нас конечно основных болезней не было Правда Рано весной была снежная плесень На основном массе сортов Сортов антиинтенсивности Но были сорта Которые были выкашены наполовину И к сожалению Южные сорта Септориоз листьев Средней интенсивности И у нас появляется Новая напасть Это вирусы Особенно при острой затухе Ну вот так выглядит Первая фаза Видите Фиолетовый лист Начинает засыхать И вот есть делянки в этом году Полностью погибли Вы видите Окружая Хорошая устойчивость С высокой устойчивостью Генотипа Вот пожалуйста Кроме того Я отмечаю Крупное нарушение Агротехники Во-первых В этом году Все смотрят Как южане Работают Создали Северяне Очень устойчивость И начиная С фазы Выхода В трубку Началось Интенсивное Использование Надземной Массой Влаги На налив зерна Ее просто Не было И подавляющее Массо Фураж Сейчас Причем Внесенный Первую половину Вегетации Азот Был использован На развитие Надземной Массы А на формирование Качества Вернее Просто Почвы не оставались Повторилась История Прошлых лет Которая была Три или четыре года И на юге Такая же 6-7 тонн Урожай И не было Качества Для этого Нужно Прежде всего Определить Было количество Азота В листьях При количестве 3,5% Нужны Две Поздние Подкомки На листь Карбомеда Четыре Достаточно Одно И гарантированно Была Притом Урожая Тройка Все есть Да Основной У нас На первое место Среди стрессора Вышел Фактор Жара За сход Сточность Во-первых Осадки У нас 450 Адовые А в единичной Воды 620 Южане Вырожая Это хорошо Ну Здесь Допустим 500 600 По югу А на Кубани Даже 900 Миллиметров Больше Пахотный Услой У нас 30 Сантиметров Здесь 100 Сантиметров И конечно В этих условиях Этот фактор Пробратает Особенно Важное Значение Недолго Я буду Мучиться Я Хотел Показать Вот И то Межсанкционное Воспытание Как разные Сорта Атреировали На сложившиеся Условия Те О которых Я вам говорил Все это По пару Было Фон Высокий Вы видите 120 Азота И 110 Фосфор 20 Сантиметров Амофосфор Наша Первая Группа Особенно Выделились Новые Сорта Нового Поколения Былина Акапелла Богема Ну И старые Тож Донера И так Далее В среднем По этой Группе Мы 82 Центера Получили По пару АНЦ Донской Здесь Выделилась Выделилась Донская Степь Затем Краса Дона Ну сравнительно Капризуля Но по этой Группе 71 Двадцатых И АНЦ Лукьяненко Выделился Алексеевич 83 Центера Веха А все Остальные На уровне 72 Единственная Школа Более-менее 7,7 Здесь 75 Центера Это Папа Я Сразу Должен Сделать Агровку Я Агрономией Занимаюсь 1961 Пирогов Посчитайте 39 22 61 За Это Время Прошел Все Обработки Все Способы Основной Так сказать Обработки Почвы Я считаю Что у нас По северу При таком Сумасшествии Слоя Стабильно Получать Урожай Можно Только При наличии Пару Но Спашка Где-то 18-20 При этом Решается Такой Положительный Элемент Как Заделка Фосфорных Удобрений Пахотный Слой У нас При такой Заделка Фосфор Работает Когда он Пахотный Слой Расположен Или На лист Когда Носит Вот А Всеобороте Ну Комплексная Такая Обработка Которая Можно Собственно Все Применять Вопрос Дело в том Что Мы АНЦ Донского Лукьяненко Новые Линии Сорта Получили Поздно После того Как мы Закончили Сев Папа И Здесь Показаны Все Новые Формы У нас Допустим Донья Константа Вольная Заря Донская Т-20 Это Новые Они Находятся В государственном Испытании Вы Видите Что Основная Подавляющая Масса 6 Тон АНЦ Донской Здесь Выделилась Линия 261 17 Все Остальные Проближались К 5 Тонам По АНЦ Лукьяненко Безоста 160 И одна Из линий 320 Линия 45 21 37 Там Было 3 Балла Поражения Вируса Вы Видите Вирус Как Снижает Урожай Ну В общем Итоге Чтобы Закончить Формент Позимой Пшеницы Наши Сорта Выделяются Очень Высокой Экологической Классичности Вы Видите Регионы Допуска В основном 4-5 Ну Вот И Довольно Проличный Реализованный Урожай Потенциал 9 Даже До 11 Тон Сорта Нашей Донской Селекции Имеется Ввиду Франция Как Никогда Выделились В этом Году Пожаро-заслоустойчивости И Вот Эти В наших Условиях Они Четко Со всеми Конкурируют И Провышают И с Кубанцами И Согновыми Сортами НС На равных Идрах И помимо Этого Я еще хочу Добавить Не дай бог Если Солова Зима То Наши Сорта Пшениц Выдержат Минус 18 На Звук Ущения Подавляющие Свою Невасть И Раз Это Дело Касается Пшеницы Я Должен Несколько Слов Семеноводцы Сказал Сейчас Жуткие Дела Которые Воскручивают Россельхоз Центр Россельхоз Надзор Буквально Кошмар Производство Допустим Партия 100 Тон Или 300 Тон Нужно Выращено На одном поле В предних условиях Убрано В 1-2 дня Одной машиной Перелезено В одно место Сложено Так ее Надо разбить По 5 Партий По 60 Тон И с каждой Еще по 3 Тысячи Собрать Где логика Что от этого Улучшится Жизнеспособность Этой партии Или данной Улучшится Это один момент Протоколы Испытания Они выдаются До посева Я настаиваю И во многих Уже Издания Все об этом Говорил Чтоб они Были год Точно так же И сертификаты Качества Сертификат Качества На зиму Пшеницу До окончания Севы Все До свидания А если у вас остались Семена Или допустим Северяне У нас Патриотикали Запросили Чтоб мы продали Опять покупай Сертификат Где логика Какая-то Или допустим Партия То 100 200 Или 300 То он Приезжал Человек С карантинной Слово Досмотрел ее Возражений Нет И он Должен Машина Приориализации Проезжает Он должен Каждую машину Этой же партии Досмотреть Как Маразм Или что это Как его назвать Ну и так далее Я бы мог Много провести Примеров И я думаю Что ноги Разделяют Мое точку Время И давайте Вместе Как-то Сдвигать Это все Значит Контрольная Семенная Служба Руководствуется Методикой Разработанной В 1985 Годов СССР Пора ГОС Свой Разработать В соответствии С современными Так сказать Тенденциями Вияния Раньше Когда эти 300 тонн На 5 партий Делили По 60 тонн Раньше Все это Было Бесплатно Сейчас Надо Платить В общем Существенным Образом Проигрывает Производитель Во-первых Замедляется Как реализация Зерна И семян Вот И главное Вот эти Вот все Ужесточения Они Никаким образом Положительные Ни на Жизнепособность Ни на Так сказать Карантинные Сорняки Не влияют Хотелось узнать Вот Александр Владимирович Афанасьев Вы Добавите Чтобы мы Уже По Северу Области Производственник Да Хотел бы Хотел бы Сказать Что мы Занимаемся Семеноводством Уже Не один Вот Давно Находимся Мы Географически На севере Ростовской Области И В принципе Занимаемся В основном Выращиванием Сортов Донского Франц И Тарасовской Селекции Сорта Которые Вводят Анатолий Иванович Ну Так как Наша Возможность Выращивать На севере Области В разных Местах Мы Как по Северу Области Занимаемся Выращиванием Этих Сортов Так И Сдвинулись На сорта То есть На регионы Более Северные Это Воронежская Область Тут Багучарский Верхнемомонский Район Павловский И тому Подобное И Суда Новоградскую Область Денихайевский Новоганецкий Алексеевский Районы Где Мы Довольно Успешно Занимаемся Выращиванием Этих Сортов Ну Что Я хочу Сказать Ни Один Год Погодные Условия Не Повторяются И В этом Году 2001 2002 В отличие От Прошлого Года Все Посевы Зимой Пшеницы Ушли В зиму С развитием Начала Кущения И Кущения Что Сказать О Прошлом Годе Условия Были Гораздо Хуже Были Так Называем Рябчики Вот Но Все равно Получается Так Что Никогда Не Бывает Повторяющихся Условий И Хотя Посевы Неплохо Перезимовали То После Зимы Перевлажненная Уплотненная Почва При длительных Низких Температурах Воздуха Задержали Развитие Растений У нас На севере Области По крайней Мере И еще Самый Сложный Период Для посева Зимой Пшеницы Это был Март Месяц Когда Очередование Оттепелей Дневное Время И Ночные Заморозки Тоже Истощали Растения Вот Все это Влияло На развитие В том числе Было Две волны Заморозков Заморозки Были Уже В мае Месяце Начало Мая И уже После Девятого Мая Эта Волна Заморозков Была Минус Восемь Минус Девять По Волоградской Области До Минус Десяти Минус Одиннадцати Градусов Было И это Было В период Стеблевания Зимой Пшеницы Поэтому Сложности Сложности Были Немалые Ну Что хочу Сказать Благодаря Устойчивости К негативным Воздействиям Погоды Сорта Федерального Ростовского Аграрного Номышного Центра Зарекомендовали Себя Надежные Устойчивые Сорта Способные В нестабильных Условиях Погоды Сформировать Достойный Урожай На север Ростовской Области За ее Пределами Наша Организация Селекционер Дона Занимается Выращиванием Сортов Как Азимых Так и Яровых Культов Воронежская Волоградская Ростовская Область Тоже С успехом Выращивают На протяжении Многих Лет Хорошо Зарекомендовали Себя Сорта Селекции Тарасовской Это Северодонецкая Юбилейная Губернатор Дона Донека Донская Лира Золушка Боярыня И другие Но Все таки Чуть попозже Остановлюсь Отдельно На сортах Вот Ну Чем хочется Похвалиться Практически все Сорта Нейтральные К срокам Сева Сорта Отзывчивые На основные Внесения Удобрений Подкормки При Применении Некорневой Подкормки Практически Всегда Формируют Качественное Зерно В этом году Северодонецкая Юбилейная Азимая Пшеница Показала Урожайность В условиях Так как Мы Выращиваем На полях Воронежской Волгоградской Области В условиях Воронежской Области В Верхнем Омонском Районе Сорт Северодонецкой Юбилейной Показал Урожай На уровне 65 Центнеров Гектара Ну а это Еще с условием Того Что В принципе Всегда Мы сеем Так как Занимаемся Семеноводством Пониженная Норма Высева Это всегда Где-то 110-120 Килограмм На гектар При этом Провели В поздние Сроки На этом поле Ну и Растения Ушли В зиму В начале Кущения Но тем не менее Сформировали Неплохой 65 Центнеров Достойный Для северной Области Урожай Следующий Сорт Который Хотелось Бы Выделить Который Губернатор Дона Он на протяжении Многих Лет Уже Стабильно Практически Всегда В тройке Лидеров По урожайности Вот Сорт Интенсивного Типа Полукарлип Очень отзывчиво На удобрение В условиях Валаградской Области В колхозе Имени Ленина Выращивался И при том Что Весенние Заморозки Держались 8 Минус 8 Минус 9 Градусов На протяжении 5-6 дней Урожай Был получен Все таки 71 Центнер Вот Это все таки Было Приятно Слышать Потому что Все таки В этих условиях Урожай Там конечно Не то что Здесь на юге Конечно Всегда пониже Донера Сильная по качеству Пшеница Получила распространение По 4 регионам И центрально-черноземные Средневолжские Нижневолжские Районы Областя На поле Обливского района Где Также Мы Выращивали Эту пшеницу На среднем Уровне Агрофона При Возвратных Заморозках В мае Фазу стеблевания Минус 9 Градусов Урожайность Составила 66 И Семьдесятых Центнеров Особо Хочется Отметить Новые Сорта Которые Сейчас Включены Государственный Реестр Это Акапелла Болинадона Богема Анатолий Иванович Немного Затрагивал Но я Так как Мы уже Занимались Ей Уже Несколько Рет Особенно Акапелла Болинадона Мы занимаемся Уже Второй Год Как только Она Вступила В реестр Богема Первый Год Это Лидеры В этом Году По урожайности В этом Году Можно Смело Рекомендовать Для Выращивания В условиях Остистый Высота Растения Невысокая 85-105 Сантиметров Он Слава Восприимчив Поражению Основными Болезнями Можно Сеять Его Как По Пару Так И По Непарам Предшествий Включен Сорт Вреест Недавно По Беспарью Акапелла Дала 63 Центнера В Аблинском Районе По Парам 71 Болинадона Тоже Новый Сорт Безостый Оригинатор Тоже ФГБ Франц Сорт Среднеранний Безостый Высота Растения 82-109 Сантиметров Способен Формировать Урожай При Высокой Плотности Вот Что Его Особенность 670-800 Продуктивных Стеблей На метре Квадратных Его Можно Выращивать Сорт Устойчив К Предуборочному Проростанию Зерна В колосе При длительных Осадках В этом году Мы особо Пострадали Когда Затянулось В принципе Созревание И потом Пошли дожди Вот И дожди Очень долго Не давали нам Заниматься Уборкой На протяжении Восьми дней Шли дожди С понижением Температуры В ночное Время До Плюс 11 Плюс 13 Градусов Проростания В колосе Не было Это Большой плюс Этого сорта И убрали И убрали Его без Осыпания Убрали 60-65 Сантиметров Зектара Урожайности Я охарактеризовал Те наши 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 Достижения То что мы Убрали На северо-ростовской области Я считаю Это неплохо Тем более При нормах Пониженных нормах Когда мы сеем Там 110-120 Кг на гектар И Вот эти Все-таки Майские Заморозки И устойчивость Пшениц Вот Ну Позволяют нам Убирать Неплохие Урожаи Спасибо Александр Владимирович Мы ведем Селекцию Широким фронтом У нас Не только Мягкая Зимая Пшеница Но и Тритикалия Зимая Пшеница Твердая Шарозерная Твердая Яровая Тритикалия Яровая Мягкая Пшеница И пшеница Полба Что позволяет Нам Держать Очень хороший Уровень Селекционный Регулярно Мы В госреест Передаем На испытания Около 10 сортов И Стараемся Держать Эту планку И далее На данном слайде Это урожайность В этом году На сегодняшний день Данные За 98% Общая площадь 1,5 млн 50 тысяч Урожай 66,9 Здесь показаны Районы И хозяйства Которые получили Максимальную урожайность Лидер Это Родник И родина Лобинского района Родина Лобинского района Получала в среднем 3200 гектар Убрав Пшеницу Мягкую 82,5 млн Центра Зерна Зектара Наибольшую площадь Среди этих Хозяйств Водает Кубань Хлеб Тихорейского района С 11 тысяч Площади Урожайность Состава 75,5 млн Мы регулярно Показываем Вот этот наш Кубанский Каравай В этом году Было около 68 сортов Нашей селекции Мы полностью Выполняем Задачу Правительства Президента По импортозамещению 99,9 это сорта Национального центра Зерна С 2017 по 22 год Производство Уже передано 38 сортов Мягкая зима Пшеница 8 сортов Твердой И 14 сортов Тритикали В 22 году Переданы Такие сорта Как Аграфак Сток Кубань Лео Мик Моне Федор Школа Твердая пшеница Ядрица Иссенера И тритикали Илья Слон На данном слайде Я бы хотел показать Что Не совсем Но Как с нашей точки зрения Мы все таки Сломали Кубанскую лопату Так называемую То есть Южный сорта Как говорит Анатолий Иванович У нас сейчас Произрастают Уже во всех регионах Допуска Наибольшее их количество Конечно же Северо-Кавказском Центрально-Черноземном 32 Центральном Средневолжском И Нижневолжском Также есть и Дальневосточном Восточно-Сибирском Ну полностью сломать Нельзя так сказать Но на 2 мили Южную Как бы лопату Когда говорят Что ваши сорта Так как Шаранатского края Лопату В землю И на следующий год Виноград растет Ну Данная таблица Показывает Немножко Другую информацию Здесь А на данной таблице Это хозяйства Наши Которые В центральной полосе Производят Элитные семена Видите С 18-го года У нас ведется Статистика И вот уже Алтайский край Астраханская область Башкирия Белгородская Брянская Ну всего 32 Регионы Российской Федерации Которые высевают Кубанские Сорта Пшеницы Этеритикали В первые 23-м году Допущены К испытания Сорта Кубани Маны По 6-му региону Агрофак 100 Миг Федор По 5-му И 6-му А школа Это Сорт Который Передан Первый раз По 4-м регионам 5-му 6-му 7-му 8-му То есть за 2 года Он был реанимен По 4-м регионам Мягкая Альтернативного Образа жизни Лео По 6-му региону Тая По 3-му 4-му Сорт Сеньора Также впервые Наш сорт Азима Твердой Пшеницы По 5-му 6-му 8-му Региону Ядрица По 6-му Третья Кали Азима Ислон Илья По 6-ти регионам А сорт Тихон В этом году Районирован По всей Республике Белоруссия А здесь Сорт школы Его описание Это сорт Создан Группой Полукарликовых Людмила Андреевна Курирует Эту группу Сорт Полукарликовых Средний Ранний Средний Воскречек По 4-м Регионам Преимущество На высокий Агрофон А это У нас Опты По Паспортизации По 38 Агро Вариантам Максимальная Уроженность 109,9 Средняя 87,4 По 12 Агро Вариантам Предшественников СПРЦ Средняя Уроженность Состава 99,1 Цент А здесь Показана На таблице Сорт школы Это семеноводческие Посевы У нас Перед тем Как отдать В госкомиссию Сорта Мы уже Стараемся В ход договорных Хозяйствах Размножить И Когда сорт Передается Уже в хозяйствах Данные И урожайности И воловка То есть Они могут уже Реализовать Данный сорт В год реанирования Здесь показана Урожайность Сорта школы Максимальная Была получена Уродник Лобинский Район 103,8 Центера Зерна Зектара По сахарной Свекле 70 кг Норма высева Также очень Хорошие Урожаи Были получены В Тихорецком Районе Север Края И что немаловажно В второй зоне Засушили В Старопольского Края Новоселецкий Район 78,8 Центера Зерна Зектара Это 100 кг Еще Сорт Мане Также Введен Группой Полукарликовых Это Сорт Полукарликовых Устойчив Бурой Желтой Жавчины Септориоз Средневосприимчив Восприимчив Позориоз Колоса Поэтому Кукуруза На зерно Это не его Предшественник Районирован По 6 региону Следующий Сорт Мане В опытах По паспортизации Занял Первое место Со средней урожайностью По 38 Агровариантов 93 А по 12 По предшественнику Лучшему экспорту 97,7 Следующий Здесь Также Погажены Хозяйства Которые Размножали Данный Сорт И вот Урожайность Максимальная Составила Лобинский Район Родина И Родник Тихорецкого Района 96,3 87,1 При заниженных Нормы Высел По предшественнику Подсолнечники Сахарная Свекла Хорошие результаты Показал этот сорт В Яшелкинском районе Республики Калмыкия 62,9 Центра Зерна Следующий Сорт Агрофаг 100 Выведен Группой Морозостойкости Которые Работают На Морозостойкость Сорт С высокой Морозостойкости Полукарликов Средней Поздней Группы Районирован По 5 6 Региону Оптимальный Для зоны 4-5 Миллионов Схожих Семян На Гектар Сильная Пшеница Следующий Средняя Урожайность По опыту По 38 Агрофаг 86,9 Средняя По 12 Агрофаг Вариант 95,8 Центра Следующий Данный Сорт Также Выращивался В ряде Хозяй Где Получили Вот такие Результаты Это Все 50-100 Кг Рома 8 Следующий Сорт Феодоры Создат Группой Занимающейся Активной Селекцией Это Краткостебильный Среднепозненный Сорт Для Пропашенных Предшественников Получения Высокого Качественного Зерна Допущен По 5 И 6 Региону Среднего 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 Сейчас У нас Идут Практически Со всей Можно было выращивать И затратить При этом Минимальный Уровень Затрат Это Вот у нас Сорт Лео Истинная Двручка Короткостебильный Средний Поздний Сорт Устойчив Борая Желтая И что Немаловажно В наших Условиях Кузырьозу Колоса Допущен По 6 Региону Без Пестицидной Технологии Следующий Хорошо Показывается А Сорт Обеда 50 Это Новый Сорт Созданный Передан В 2020 Полукарликовый Средний Спелый Сорт Устойчивый И Средний 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 Вирус Передан По 5 6 И 8 Региону На высоком Агрофоне Преимущественно Следующий Сорт Средний Спелый Вегетационный Период На 3 Дня Позже Хорошие Показателями По бурой Желтой Мужчисто Растильский Период Следующий На данном Слайде Показан Пример Где По Пришественнику Посев Вот Защита Беззащита То есть Сорт Практически Не теряет Свою продуктивность При Беззащиты Следующий В отличии От сорта Гром Сорт Победа 50 Занял Второе Место Среднее По 38 91 И Среднее По 12 Агрофон 98 8 Следующий Сорт Кольчуга А также Новый Сорт Обладающий Хорошей Устойчивостью Средняя Морозостойкая По 6 Региону Был Перен Следующий Также Очень Хорошие Показатели По 12 8 Агрофон Вариантам По 12 ПС 98 Следующий Здесь Показана Урожайность Сорта Гомер В двух Хозяйствах Это Тихорецкий Лобинский Район Северная Южно-Предгорная Зона По Предшественникам Соя Подсолнечники Сахарной Свеклы Площадь Урожайность Сорта Гомер Составила 82 И 3 По Сахарной Свеклы И 92 По Сое Протеин Кликовина И Натура Великолепная А По Плодинскому Району Сорт Гомер Дал Урожайность От 98 До 100 И 4 Цент Зерна Следующий Это Хозяйство Скиф Сараминского Района Где Также Были Получены Очень Высокие Урожаи Сортов Нашей Селекции Последних Добрый день Уважаемые коллеги Давно мы с вами не собирались Прежде всего В таком Кругу Конечно рад видеть Все старые Лица Которые присутствовали ранее Ну и появились У нас за столом Новые Несмотря на то Что Такие времена У нас прошли На пандемии Наука Конечно же не стояла На месте Прежде всего Она развивалась А следующий слайд В том числе И в нашем Родоножном центре Донском Работа велась Прежде всего Что касается Результатов То Конечно У нас чуть поскромнее Будет С нашими коллегами Краснодарцами У нас 43 сорта Азима Мягкая пшеница 20 азимой Твердость В число Допущено К использованию На 2022 Год За последние Четыре года Нами было Передано И включено В реестр 10 сортов Мягкой пшеницы 5 твердой При этом Такие сорта Как шеф Онница И билетона Допущенные Как сильные пшеницы Остальные Как ценные Следующий слайд Что касается Создания новых сортов То здесь Тоже у нас была Некая пробуксовка В 2009 году Когда Произошло Прежде всего Смена Селекционера Виктор Иванович Ушел С нашего Учреждения Пришел На другую работу И у нас Как бы Чуть-чуть Притормозилась Работа Ну в целом Как видите До 2016 года У нас Стабильно Передавалось 3-2 Сорта Зимой пшеницы Уже начиная С 2017 года Пошло на увеличение Как видим В 2021 году Уже у нас Было передано 8 сортов Причем Мы начали Активно Сотрудничать С другими Учреждениями Научными Российской Федерации И Уже в 2021 Было передано Порядка 5 сортов Совместных С другими Учреждениями Следующий слайд На данном слайде Представлены Те сорта Которые На сочтении Проходят Изучение Это 15 сортов Из них Такие сорта Как Северянка Вертикаль Интеграл Раздоль И Подарокрыму Созданы С другими Учреждениями Научными Российскими По твердой Пшенице У нас 5 сортов На сочтении Проходят Изучение При этом Сорта Подарокрыма Рубин Дона Приазов И Васильевич Также у нас Переданы Как сильные Пшеницы Следующий слайд В свое время В нашем центре Велась работа В основном Это На раннеспелая И среднеранние Сорта Но учитывая Динамику Последних лет Изменения Прежде всего Климатические Мы Заметили Следующую Особенность Конечно же Назад Можно вернуться Прежде всего Для юга Ростовской области До недавнего времени Была основная Масса сортов Которые формировали Максимальный урожай Это среднеранние В отдельные годы Конечно же Выделялась Группа Раннеспелых Но последние годы Как правило Это среднеспелые Выделяются И мы начали Активно проводить Работу В плане Создания сортов С различным Пениментационным Периодом Это позволяет Прежде всего Нам разгрузить Уборочные работы Начиная со Скороспелых сортов И переходить К следующей группе Спелости Так Так в раннеспелой группе У нас появились Сорта Это Жаворонок Подарок Крыму Ветют Аксиня В дополнение К станичной По среднеспелым Сортам На сегодняшний день У нас Включен в реестр Только один сорт Это Полина Как видите Порядка 6-7 сортов Проходит изучение Ну и появился Среднепоздний Сорт Амбар Тот который На 6-7 дней Созревает Позже Ермака То есть этот сорт Мы как правило Рекомендуем Товаропроизводителям Включать Чтобы Им уже завершать Уборочную Страду Прежде всего По Твердым пшеницам Также есть у нас Результат На нем не буду останавливаться Есть группа сортов Которые На сегодняшний день Конечно же Интересны Товаропроизводителям Прежде всего Большой популярностью Пользуются Это Адонской И Амазонка Ну и с новинок Тоже есть ряд сортов Таких Яхант Янтарина Которые тоже На сегодняшний день Входят в производство Свеж слайд Отдельную работу Ведем мы по изучению Наших сортов По различным Уровням плодородия Проводим эту работу Прежде всего В своих лабораториях Технологии возделывания Где закладываются опыты Помимо этого Ведется работа С товаропроизводителями Ростовской области Других регионов Которые в своих условиях Могут посмотреть На интересующих предшественниках Как ведут наши сорта И потом нам предоставляют информацию На сегодняшний день Для низкого агрофона Мы рекомендуем Товаропроизводителям Использовать Это сортовой лидон Лимит Лидия Аскет И изюминка Для среднего агрофона Подходят практически все сорта Для высокого Конечно же Мы не будем рекомендовать Это сорта полуинтенсивные Которые как правило На высоком агрофоне В влажные годы Которые бывают У нас на юге Склонны к полигане В данном случае Такие сорта как Аскет Изюминка Которых мы не рекомендовали Использовать Именно на высоком агрофоне А так остальные сорта Конечно же Все прекрасно подходят Для этого фона Следующий слайд Основными потребителями Наших семян Конечно же Является Ростовская область На Ростовскую область Мы и работаем Прежде всего Но достаточно большое Количество семян У нас порядка 18% Выходит в Волгарадскую Область Тавропольский Край Уже поскромнее 3% Саратовская Область Ну и появились Также Новые регионы Где наши сорта Начинают Пользоваться Спросом И интересом Следующий слайд Большое внимание Мы уделяем Посеву демонстрационных Участков В частности В Ростовской области Как видим В 19-м году Если было 14 В 20-м 10 То в 21-м году Мы по Ростовской области Заложили 22 таких участка Нам конечно же Это очень интересно Прежде всего Получить данные На местах При том уровне агрофона При тех технологиях Которые товаропроизводитель У себя использует Он может подобрать сорта Следующий слайд И на данном слайде Уже представлена Некоторая информация С этих участков В 22-м году Которые были получены Как видим На данном слайде Да Представлены разные зоны Причем Три участка Расплавлялись По пару Один по подсолнечнику Здесь выявляется Наша закономерность Наших опытов Агротехнических Те сорта Которые рекомендуются Для интенсивных технологий Это В частности Такие сорта Как юбилей дона Их необходимо Сеять На высоком агрофоне Они не идут Для низкого агрофона Как видим Из всех сортов Представленных У этого сорта Наиболее Маленькая урожайность 17,5 центнера У основных сортов Значительно выше Но и есть Новинки Прежде всего Такие как Раздолье Как видим По всем участкам Данного сорта Наибольшие показатели По урожайности Прежде всего Следующий слайд Остановлюсь На некоторых сортах Нашего учреждения Одним из таких сортов В 2020 году Ранее Наявляется Донская степ Данный сорт Выделяется Своей адаптивностью Высокой продуктивностью Наибольшей популярностью Пользуются У товаропроизводителей Это Северо-западной Северо-восточной Зоны Ростовской области Саратовской области Волгоградской области Также Следующий слайд Вольный дон Это сорт Который мы рекомендуем Прежде всего Использовать На низком агрофоне В частности Использовать После подсолнечника После кукурузы На зерно За все годы изучения Максимальные урожаи Были получены Именно по этому сорту В родители входит Донской сюрприз И ростовчанка 5 Сорт можно назвать Полуинтенсивный С высоким уровнем Засхолостойчивости И морозостойкости Следующий слайд Сорт жаворонок Этот сорт Относится К раннеспелой группе Как раз то Мы в свое время Рекомендовали И будем рекомендовать Товаропроизводителям На смену Сорта станичная На сегодняшний день Данный сорт Потесняет Потихоньку Позиции станичной У себя мы В этом году ощутили Прежде всего Разницу по урожанности Где-то до полутонны Была в производственных Посевах Между жаворонком И станичной Наблюдалось Причем Максимальный Было конечно же У жаворонка Получены Прибавки урожая Как раз то В родители Этого сорта Входит сорт станичной И сорт Одесской селекции Куяльник Следующий слайд Вольница Вольница Это сорт интересен Тем что Он формирует Крупный колос Масса тысячи зерен У него Порядка до 50 55 грамм Доходит То есть это Такой крупный Зерный колос Вернее сорт Сочетает Высокую Морозостойкость И при этом Формирует Стабильно высокое Качество Страстный реестр Он внесен Как сильная Пшеница Следующий слайд Юбилей Дона Это сорт Мы рекомендуем Товаропроизводителям На смену Сорта Танайс Который Уже Утрачивает Свои Лидирующие позиции Которые он занимал В предыдущие годы Необходимо Делать ставку Безусловно На новые сорта Потому что Сорта смена Сорта обновления Конечно же Это самый дешевый Путь Повышения Экономической Эффективности И доходности Хозяйства Здесь Как мы с вами Видим По урожайности Данный сорт Произошел На 0,6 тонн На гектар Сорт Ермак Хорошо известный В Ростовской области Следующий слайд Сорт Полина Сорт Также Полуинтенсивный Рекомендуется Для высокого И среднего Агорофона По качеству Это ценная Пшеница В родителях Имеется Сорт Ермак И Сорт Краснодарской Селекции Восторг Наибольшую Урожайность По сорту Полина Мы получали По предшественнику Черный пар Не уступал И зернобобовые Прежде всего По жестким Предшественникам Таким как Кукуруза И подсовщик Мы не рекомендуем Данный сорт Использовать Так как Идет Недобор Урожая По отношению К другим Сортам Которые Предназначены Для этих Предшественников Следующий слайд Амбар Это новинка Уже 2022 Года Это Наш Самый Позднеспелый Сорт Сорт Универсальный Созревает На 5-6 Дней Позже Сорта 1-107 Либо Ермака При этом Уровень Ростойкости У данного Сорта Вполне Достаточно Для получения Стабильных И высоких Урожаев В Ростовской Области В роителях Здесь присутствует Сорт Южанка И Сорт Славянка В наших Условиях В этом году По предшественнику Черных Фар Мы получили Порядка 75,5 Центнеров С гектара По данному Сорту Следующий слайд Ну и Одна из Новинок Нашей Селекции Это Сорт Зодиак Также В 2022 Году Допущен К использованию В роителях Здесь Ростовчанка 5 От которой Данный Сорт Наследовал Высокую Зерновую Продуктивность И Селекционная Линия 15-90 Которая Получил Наследовал Сорт Качественные Показатели Прежде всего Максимальная Урожайность Была у нас Получена В 2018 Году Составила Прядка 11,1 Тонна Гектар По черному Пару При этом Сорт Выделяется Высокой Продуктивностью Формирует Крупное Зерно И Характеризуется Высокой Источностью К основным Достовым Болезням Северокавказского Региона Следующий слайд Ну и В дополнение Хотел бы Еще Добавить Что в этом году Конечно же Наши Сорта Показали Также неплохие Результаты В частности В Мясниковском Районе Высевался Сорт-Шеф В колхозе Шаумяна Где Нащитение Наибольшая Урожайность Была получена По Ростовской Области Так там Высевался Сорт-Шеф И с площадью Порядка 1000 гектаров Средняя урожайность У него составила 77 центнеров При среднем По хозяйству Порядка 73 Что касается Таких проблем И вопросов Хотел бы Обратить Товаропроизводителей Наших Дополнительно На Наличие На сегодняшний день В посевах Это прежде всего Овсюга Потому что Едешь По югу Смотришь По югу Игилопс Этот Уже Сорняк Очень Трудно Отделимый И очень Тяжело Извлечь Из партии Зимой Пшеницы Поэтому Необходимо Уделять Большое Внимание Обработке Почвы Подбирать Проверенный Качественный Семенной Материал По большому Счету Залог Успеха Это Продуманная Именно Технология Возделывания Той или иной Культуры А Товаропроизводитель Он конечно же Сам выбирает Какие сорта Ему сеять Под свои технологии Потому что Нет единой Допланки По которой Можно было бы Использовать Удобрения Средства защиты И получать Высокий урожай Все таки У каждого Хозяйства Есть свои возможности Кто-то больше Удобрений Кто-то меньше Кто-то использует Одни препараты Другие Но в целом Самая главная Задача Селекционеров Это помочь Подобрать Товаропроизводителям Те сорта Которые бы Формировали В их условиях Под их технологией Максимальный урожай Высококачественного Конечно же зерна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok